Перед тем, как мы приступим к обсуждению Николая Тищенко, я бы хотела, чтобы мы показали наш опрос в Телеграм-канале Дмитрия Гордон. Мы сегодня у вас спрашиваем, друзья, не забудьте пойти проголосовать. В конце эфира мы покажем результаты. Верите ли вы, что нардеп Николай Тищенко будет справедливо наказан? Варианты ответов — да, верю. Он сложит мандат, и суд вынесет справедливый приговор. Вариант второй — не верю. Голосуйте. Как я уже сказала, мы обязательно в конце покажем результаты. И теперь, что же такое скандал с Николаем Тищенко? Что сегодня произошло? Сегодня Николай Тищенко, у него провели опыск, он получил подозрение. Более того, он уже на суде был. На суде он получил предварительное, предварительно суд вынес решение о том, что Николай Тищенко помещен под круглосуточный домашний арест. Я напомню, о чём идёт речь. ДБР сообщила о подозрении ему по факту незаконного лишения свободы бывшего военнослужащего в Днепре. Я думаю, что вы все помните эти видео, жуткие, кстати, кадры, которые облетели весь интернет, когда толпа мужиков била мужчину в военной форме, который, кстати, гулял с младенцем. Нет, он был не в военной форме. Олеся, он был не в военной форме, он был в белой футболке, насколько я считаю. Он гулял со своим маленьким ребёнком. Да, но не в военной форме. Да, это бывший военнослужащий. Дима, скажи, пожалуйста, ты сегодня следил за этими новостями, в том числе видео с обыска мы видели? Меня лично, конечно, впечатлили кадры, как Николай Тищенко прямо преследователь вдруг начал разбивать свой мобильный телефон. Это же какие там тайны скрываются в этом мобильном телефоне, чтобы так себя вести? Ну, Николай, наверное, не знал, что даже если он разобьёт телефон, у следствия всё равно есть подход к содержимому его телефона. Дело не в этом, ты понимаешь. Вот я сейчас думаю, ну что опять говорить о Николае Тищенко? Мне его даже жалко немного. Я тебе скажу, почему. Он такой, какой он есть. Он вот чем хорош? Он не играет, он не придумывает. Он реально такой. Вот когда мы видим его выходки разные в течение уже долгих лет, многие не понимают, что человек такой. Он не понтуется. Он так живёт, так думает, так делает. То есть очень естественный человек. И когда он сегодня сказал перед судом, что караван лает, собака идёт, я тебе скажу, ну, я ощутил приступ острой зависти, потому что человек у меня просто отбивает право задавать тон в крутых мемах. Это же надо так сказать. Караван лает, собака идёт. Ну, красавчик, красавчик. Это он о себе говорил, ты думаешь? Нет, его спросили, что вы думаете, типа того, вот вы судить вас будут. Он хотел сказать, что собака лает, караван идёт. Ну, я понимаю. Я говорю, ну, в итоге он о себе сказал, да? Я не знаю, сказал, бесподобно. Караван лает, собака идёт. Ну, потрясающе. Просто потрясающе. Он так думает. Это он. Это он тут настоящий. Здесь вопросы не к Николаю Тищенко. Здесь вопросы к тем, кто его привёл в большую политику. И кто более пяти лет его там терпит. Со всеми его закидонами, со всеми его зехерами, зехерами, со всеми его проколами страшными, постоянными. Вот он прокалывается, а его там держат. Прокалывается, а его там держат. А люди нервничают. Потому что это несправедливо. Потому что они думают же про власть всю. Ну, раз такого человека держат во власти, значит, это власть такая, наверное, думают люди. Дело в том, что я же ещё, Олеся, рукописи же не горят. Я же ещё в 21-м году президенту говорил о нём. О Тищенко. Ну, в глаза говорил Владимиру Александровичу. Всё по поводу Тищенко. И не только Тищенко. Причём говорил и на пресс-конференции, и на шашлыках, ещё где-то. Ну, что нельзя таких людей держать рядом, потому что они разлагают власть, и они дают возможность избирателям плохо думать о власти. Ну, ты же была при этом. Ты же можешь сказать, что это правда. В конце концов, есть видео, даже пресс-конференции Владимира Александровича в 19, извини, в 21-м году, где я это говорил и называл эту фамилию прямо в глаза. Ну, смотри, его держали, 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 пока он не стал сильно токсичным. Потому что дальше уже люди начнут говорить, а сколько можно, а что вы его держите? Вы сами там такие же, как он или что? Что вы его держите? Вот, поэтому Коля Тищенко такой, какой он есть, каким он родился, каким он жил, у него ничего не меняется. Просто его нельзя было травмировать властью. Его нельзя было туда звать, его нельзя было там держать. Есть люди, которых нельзя во власть просто брать. Ну, просто нельзя. А чтобы не брать таких людей во власть, существуют специальные проверочные комиссии, спецслужб. Каждый человек, который идет в депутаты или министры, должен проходить через сито. Так всегда было раньше. Какое-то время это уже не действует. Я думаю, лет 10 это уже не действует. Но в результате имеем проблемы с Колей Тищенко. Я свою точку зрения, чтобы не навязывать никому, сядет ли он или как там сформулирован вопрос. Понесет ли справедливое наказание? Понесет ли справедливое наказание, я тебе точно скажу. Но в конце программы, и не потому, что я хочу посмотреть, как люди проголосуют. Я свое мнение выскажу. Я не хочу сейчас навязывать им свою точку зрения, чтобы это не отражалось на честном и справедливом и беспристрастном волеизъявлении. Но там же таких, как Коля Тищенко, много. Там их еще ого-го. Ты знаешь, что я тебе скажу самое главное? Боль свою скажу. Мне иногда плакать хочется. Знаешь от чего? От того, что пока страна истекает кровью, пока люди собирают последние копейки на вооружение, пока молодые патриоты гибнут на фронте, пока враг бомбит нашу инфраструктуру, разрушает наши города, убивает мирных жителей. Вот пока это все происходит уже два с половиной года, существует определенное количество людей, которые работают на Россию по-прежнему, продолжают свою деятельность преступную, работая на Россию, набивают карманы бабками, уворованными из бюджета Украины и из военных расходов, дискредитируют все, что можно дискредитировать. Украину дискредитируют, самое главное, в глазах всего мира. Я пока идет война, об этом говорить не собираюсь, потому что любой разговор на эту тему будет раскачивать ситуацию внутри страны. А у нас враг один. Его зовут Владимир Владимирович Путин и фашистская Россия. И нам нужно сегодня думать только о том, чтобы победить этого врага. Поэтому я разговоры на эту тему заканчиваю. Я просто скажу тебе, что не я, а когда закончится война, где кто срал, кто чем срал, и кто что перед тем, как посрать ел, вывернут наизнанку по каждому. Не я, общество. И никто не скроется, что самое интересное. И кто ответит за это. И кто работал на Россию, ответит за это. И кто не берег наших солдат, ответит за это. И кто занимался преступлениями против Украины, то же самое. Но это будет потом, после нашей победы. Друзья, я вижу ваши вопросы. Вот в частности, Дима, я думаю, давай мы будем чередовать мои вопросы с вопросами наших зрителей, которые, пользуясь этой нашей новой опцией, вы видите, ещё раз можно перейти в закреплённых висит на специальный сайт, задонатить для нашей редакции и получить точно, получить ответ на ваш вопрос. Вот Сергеев, Днепр, 95. В частности, спрашивают, Дима, Дмитрий Ильич, на какую сумму ваши дроны уничтожили военные техники русских? Ваш ответ мотивирует больше донатить вам. Спасибо за ответ. Хороший вопрос, друзья. Я не веду такой статистики. Вы знаете, как я живу по принципу? Нет, Дима, давай я тогда уточню, друзья. Ну, потому что я прям, когда мы начинали с генштабом, ты знаешь, эту историю, то я прямо очень плотно исследовала вопрос по поводу того, что такие именно эти мавики, которые мы покупаем и почему именно их генштаб и ребята на фронте заказывают. Друзья, мы не покупаем ударные дроны, мы покупаем разведывательные мавики, лучшие разведывательные мавики, которые не несут боевого заряда, они являются глазами и ушами наших военных на передовой. Что это значит? Эти дроны помогают обнаруживать скопление живой силы русских, скопление техники русских, их планы обнаруживать. И это, собственно говоря, позволяет дальше нашим военным вести эффективно боевые действия. Да-да-да. Поэтому я отвечу на этот вопрос, друзья. Мы передали, я же ему по принципу передал и дальше профессионалы пользуются. Мы передали уже на фронт 170 дронов. Это большая цифра, ребята, это большая цифра, потому что это дроны не копеечные, они стоят очень дорого. И, ну как, около 100 тысяч гривен, по-моему, да, Лиз? Каждый, да, но цена варьируется от многих факторов, зависит, потому что иногда их нет и магазины поднимают ценой. Когда их больше, немножко снижается курс доллара. То есть, но в целом мы понимаем, один дрон, ребята, такой, как мы покупаем, такой комплектации, это около 100 тысяч гривен. Когда мы, кстати, начинали закупать, они вообще по 120, 125. Да-да-да. Часть из них даже такая была, да. Вот, и мы передаем, и, конечно, благодаря этим дронам, благодаря разведывательной работе, ими проводимой, уничтожается боевая техника и расисты тоже, естественно, уничтожаются. Поэтому я обращаю ваше внимание, вот вы видите между нами с Олесей QR-код, пожалуйста, это Монобанк, у нас же совместная программа с генштабом нашим украинским «Любей по ветерям». Отводим. Отводим. У нас, друзья, прямой эфир, между прочим, 18-15 в Киеве, на всякий случай. Значит, и у нас эта программа подразумевает то, что мы покупаем эти дроны в магазине, сначала мы свои деньги кладем, донаты приходят, магазин «Гордоншоп» работает с моим мерчем. Вот отовсюду берутся деньги и то, что приходит вот сюда на счет, идет дальше в магазин, из магазина приходят готовые дроны, дальше нам в генштабе говорят, в какие бригады они нужны, приезжают ребята, акт приема передачи подписываем, ребята увозят дроны на фронт. Акты приема передачи я выкладываю у себя в Инстаграме. Ни одна копейка не уходит налево, все четко, адресно и конкретно. Я за это лично отвечаю головой. Поэтому вот такая история. Здесь вопрос опять про Тищенко. Но, ребята, Тищенко приплыл, вы чего? Ну, слушайте, мы в конце еще поговорим. Олесь, да, пожалуйста. Идем дальше. Друзья, вы вопросы, конечно, свои задавайте, давайте, но пока я спрошу, потому что тем действительно очень много и все очень резонансные. Второй скандал, очень громкий скандал, который на этой неделе образовался и уже получил свое развитие, связанный с генералом Содолем. Вчера президент Зеленский заявил, я принял решение заменить командующего объединенными силами ВСУ Содоля на генерала Гнатова. Что этому предшествовало, давайте расскажем. Начальник начштаба Азова подал заявление в ДБР на генерала Содолем. Богдан Кротевич, скажи. Богдан Кротевич, конечно. Легендарный герой Азова. Кстати, пользуясь случаем, друзья, кто не видел интервью Димы с Кротевичем, кстати, их несколько даже было, но каждая из них по-своему очень крутая. Прогулка по Киеву, особенно классная, посмотрите, мы с Тавром, с Богданом Кротевичем гуляли по Киеву. Да, Алис, продолжаем. Значит, о чем идет речь? Почему Кротевич написал в ДБР на Содоле? Кротевич обвиняет генерала в превышении служебных полномочий и некомпетентном командовании войсками, что привело к потерям большой части территории Украины и просит проверить командующего на факт сотрудничества с врагом. Ого! Об этом первое написала «Украинская правда». Начальник штаба Азова также выразил готовность дать показания по делу. В это же время нардеп Марьяна Безуглая от «Слуги народа», отправившей партии в Фейсбук, написала, что Содоль убил больше украинских военных, чем любой российский генерал. Ничего себе заявление. Ее цитата «Мариуполь, Крынки, Авдеевка, Очеретина, Волчанск. Неужели это будет продолжаться? Неужели военные должны сплачиваться на почве ненависти к своему руководителю? Неужели мы так должны терять людей и территорию? Это так работает», написала Безуглая. Она также обратилась к главнокомандующему Александру Сырскому и министру Умерову и сказала, что они вообще безразличны к происходящему. Ну, в общем, да, тут еще ряд обвинений. Я уже не буду читать, но ситуация понятна. Прокомментируй, пожалуйста, Дима. Что я знаю о генерале Соделе от бойцов и командиров, которые служили под его началом? То, что я скажу, это информация, с которой они поделились со мной непосредственно, и я не претендую на какие-то обвинения, на какие-то заявления и так далее. Я просто скажу, что мне сказали наши воины и командиры. Они сказали, что генерал Содель руководил обороной Мариуполя для начала разговора, в самом начале войны. Руководил бездарно. Перед большим вторжением, да. В полномасштабной войне, да. Руководил бездарно. Говорят даже, что в момент штурма русскими Мариуполя его не было на месте. Надо проверять все это. Значит, любитель мясных штурмов, любитель бросать наших бойцов на верную смерть. Значит, в результате от обороны Мариуполя был отстранен. Невероятно, каким образом получил звание Герой Украины в 22-м году. Вообще непонятно, как это получилось. оказался бездарным, типичным советским военачальником, не считающимся с жизнями бойцов. Я генерала Содоля лично не знаю. Я пересказываю то, что мне говорят командиры и бойцы, которые с ним служили. Значит, среди них есть мнение, что генерал Содоля является русским агентом и действовал так, как он действовал, для того, чтобы выполнять задачи русского командования, а не нашего. А дальше во всем разберется суд. Дальше у нас есть прекрасные спецслужбы, у нас есть служба безопасности Украины, которая замечательно работает. Карты в руки. Я считаю, что, повторяю, по каждому и командиру, и тыловому работнику на высокой должности, должно быть личное расследование, если они дали для него повод. И не надо на авторитеты ссылаться ни на что, только на честное, беспристрастное и справедливое расследование. В данном случае это очень скандальная история. Бойцы бурлят просто. И эта история уже грозила перейти в какие-то такие нехорошие действия. Поэтому президент очень вовремя отреагировал и сделал то, что сделал. А дальше следствие. Идём дальше. Друзья, у нас для вас сегодня сюрприз. Сюрприз очень приятный и очень красивый, а ещё очень полезный, потому что все деньги от продажи этого сюрприза пойдут на дроны. Вот как раз мы сейчас об этом говорили с Димой. Я попрошу показать. Друзья, Ирина Третьяк, известная, талантливейшая украинская художница, нарисовала новую картину. Это Киев. Все киевляне знают, тут говорить не о чем. Она магнетичная просто. Её сделано абсолютно технике, такой 3D. Называется она «Схылы Днепра». Она большая, как у Ирины. Ирина любит вообще такие большие работы. Она 100 на 120 сантиметров на минуточку. А ещё это не просто картина, ребята. Попрошу показать фотодоказательства того, что это не просто картина. На этой картине свой автограф оставил Кирилл Буданов. И я думаю, что очень многие захотят иметь в своей коллекции такую работу. Вот, пожалуйста, да, подпись, всё есть, всё оставлено. Поэтому, друзья, значит, в Инстаграме мы сделаем пост ещё раз после эфира у Дмитрия Гордона в Инстаграме. появится с этой картиной. Мы сегодня объявляем аукцион на продажу этой картины. Стартовая цена мы ставим совсем-совсем минимум, потому что мы понимаем, что это очень интересный лот, и вы будете торговаться. Мы начинаем с 3000 долларов. Все деньги до копейки, как уже было у нас с Ириной до этого, все деньги до копейки идут на дроны. То, о чём мы до этого говорили. Итак, вы можете писать... На наш проект, Олеся, скажи. Значит, давай подытожим, Олесь. Картина известнейшей художницы Ирины Третьяк, которая подписана лично Кириллом Будановым. Вот мы её выставляем... Да, вот Кирилл Буданов подписывает эту картину. Мы её выставляем. Изначальная цена 3000 долларов. Дальше сейчас будет аукцион, люди будут у меня в Инстаграме, в личку отправляйте сообщения, торговаться. Кто выше, тот и заберёт себе эту картину. Все деньги идут на дроны в рамках проекта, который мы с Олесей делаем вместе с Генеральным штабом Украины. Да, Олесь, всё правильно сказала? Ещё раз. Пишите, пожалуйста, в личку, в Инстаграм. Делайте ваши ставки. Вы можете также... в Инстаграм Дмитрия Гордуна. Да, всё правильно. Вы также можете под постом, который у нас появится в Инстаграме, делать ваши комментарии, там делать ставки, если вы хотите делать это публично. Не вопрос. Сколько мы возьмём? Три дня на аукцион? Сколько продлится аукцион, Дима? Ну, давай три дня, да, хотя, я думаю, это даже много, потому что из опыта таких работ, даже без автографа Кирилла Буданова, у нас была работа с автографом Валерия Залужного, Ирины Третьяк. И сейчас работа с автографом Кирилла Буданова, я думаю, что это за день-два всё станет ясно. Сейчас будет торг, хороший торг. Друзья, Вперёд! 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 Реально очень крутой, необычный лод.